приветствую вас мои дорогие подписчики с вами канал переехали тут я одна из переехавших хочу поговорить сегодня с вами оон наши птички в предыдущем видео я описывала то что у нас погибает птица я кто не смотрел объясню у нас был домик для кур там жила одна курочка и два петушка петушков решили музыка тавокнуть и переселить из брудеров в этот загончик подростков там у нас были кобы были саса по моему прошла в прошлых видео это видно так вот мы их переселили но они почему-то начали догнуть именно вот эта партия которую мы переселили та которая постарше на улице была она а постарше она была примерно на 20 на 20 на 22 дня точно ну считай на месте и вот когда мы переселили начали погибать признаки были такие посинение гребешка вялость общая апатия но от корма они не отказывались то есть они пили они ели от корма не отказывались вскрытие не показала вообще никаких патологий то есть у них печеночка там желудочек у них все прям идеально было печеночка без вкраплений без каких-либо все было шикарно ну так вот и они они все сдохли действительно мы перепрали перебрали кучу вариантов начиная там от нюкаслова заканчивая мариком так не пришли к единому мнению что это такое на фермере я тоже клич девочкам давала настало время освобождать брудеры мы сделали мы начали делать летний загон ну как летний выгул для кур пока не построили сарай ну что мы там сделали обнесли обнесли три стенки сделали крышу спереди у нас получилось сетка с дверьми так вот переселим одну секцию мы сделали и переселили туда новую партию новую партию цыплят там у меня там у меня там в общем солянка сборная такая от доминантов 109 лью янги сусики сусики еще обычные колумбийские мы переселили и тут я замечаю что они тоже начинают на ноги падать что такое почему так уже на уль там чистота там чистота там ну что там там не подстилки такой нет ничего то есть абсолютно не может быть исключено то что это инфекция какая-то от подстилки и то есть инфекцию мы исключили я начала грешить на отравление потому что здесь растет лютик и муж когда скашивает он бросает им травку в вольерчике они кушают начала грешить на травы думаю ну наверное скорее всего потравились этим мы траву не кидали то что там было это как ее едят и еще первым 1 вылазит сныть вот они ее скрывали и нормально и тут я замечаю что несколько три или 433 сначала штуки начали опять приседать на ножке крыльеву так вот и ходят вот так вот то есть вышагивают как солдаты ну да ладно паника паника а на улице я напомню вам у нас очень жарко очень душно плюс 30 держится уже достаточно долгое время на небе не облачко не тучечки ни капулечки дождя даже нет никакой сохнет все я ну естественно птица тоже начала сохнуть начали давать крапивку замешала я им в размол обычную рябушку и притянили то есть мы птицу поместили практически в темноту чтобы не падала солнышко но оставили так маленький промежуточек чтобы они помернут или захотят погреться и чтоб они там сидели сегодня за пошла утром кормить смотрю из четырех вот этих вот коллег всего лишь два остальные на ножки встали и поэтому я все же пришла к выводу что птица дохнет от жары бойтесь жару утопу то интересно получается я бы очень хотела почитать комментарий как вы боретесь в жару вообще только у меня так только у нас такое произошло может у кого то еще было может у кого тоже такие проблемы поэтому я бы очень хотела чтобы видео посмотрели покомментировали для этого сделайте вот это сделайте вот это а еще в там внизу под видео будет написано мое сочинительство пожалуйста по пунктикам дорогие друзья небольшой бонус найди лягушку на фото ну все всем до свидания берегите птичку берегите себя носите панамки желательно мочите их я даже когда кстати на грядке выхожу в такую жару я футболку штанишки в чем полю я тоже смочу воду прям прям мочу выжимаю надеваю мокрый ну хватает на минут на 20 ну а теперь действительно до свидания с вами были переехавшие и канал переехали тут до встречи